я сегодня нахожусь на скамейке я сегодня собираюсь заночевать рядом со входом в прямо вот в двух метрах буквально от будки охраны в который сидит охранник время уже 11 ночь обещает быть волнительный это машина 1 по моему форме стремно нерва играет капец вообще ну короче вроде пронесло даже если испалили что из этого выйдет увидите дальше в этом видео пока я еще сам толком ничего еще не представляю и припаркуемся привет друзья и случайно зашедшие я странный дядька приветствую вас на моем канале я сегодня нахожусь в павловском парке на скамейке а сегодняшний новый видос будет опять-таки про ночь в машине я сегодня собираюсь заночевать рядом со входом в этот павловский парк прямо вот в двух метрах буквально от будки охраны в который сидит охранник я надеюсь что ночь меня будет кайфовый и безопасный с утра парк открывается все метра я постараюсь пойти в парк и при утреннем клёвом освещении но я надеюсь что освещение все метра все еще будет клево и при полном отсутствии народа я тоже надеюсь что все метра никого в парке не будет я поснимаю что-нибудь с дрона и возможно то что я наснимаю с этого дрона это будет красиво и я подмонтирую это в конец нашего сегодняшнего видео идея этого сегодняшнего видео как всегда родилась спонтанно но я опять таки не просто же с утра приехать здесь начать чего-то делать даже приятное совместить с приятным провести ночь в машине тоже будет клёво так что может быть будет одно большое видео а может быть два покороче поживем и увидим а пока идем дальше гулять павловский парк чуть ли не самый большой пейзажный парк в европе если я все правильно помню его площадь чуть ли не 600 гектар здесь есть все речка водопады мосты озерца прудики лес самый всеразличный куча тропинок широких куча дорожек узких в общем как минимум 10 километров по периметру спокойно можно пройти это идеальное место чтобы полетать на дроне в разных местах позаписывать эффектных кадров единственное что я конечно не узнавал но вернее не удалось ли на сайте выяснить не является ли парк бесполетной зоной потому что с нашими запретами запросто может быть так что дроны здесь запрещены ну после ночевки в машине моего каркемпинга и бундокинга завтра узнаем более того когда я сегодня изучал на официальном сайте план карту так сказать этого парка на этой карте совершенно случайно обнаружил место которое называется самое красивое место совершенно точно не шучу можете сами зайти на сайт парка и посмотреть что это правда ну как после такой находки не пойти и не посмотреть на это самое красивое место и не полетать над ним на дроне это же просто невозможно круче уже темнеет уже десять с копейками солнце уже села скоро станет более-менее темно несмотря на то что в питере белые ночи ну кое-как темненько иногда бывает но даже несмотря на то что сейчас уже вечер довольно поздно народу здесь гуляет изрядная количество в общем план на сегодня такой я здесь по парку еще погуляю прямо до закрытия чтобы в машину вернуться к закрытию надеюсь что охранник закроет все на клюшку и снимется с места а после этого будет ночь в машине каркемпинг бундокинг какая-то пища попытка того чтобы меня не спалили в общем все как вы любите ну и как я люблю тоже солнце уже практически полностью села и прям полезли отовсюду комары они здесь злые я здесь уже нахожусь в самой густой так сказать лесистой части парка фу комары жрут один даже в рот залетел я еле отплевался на самом деле но я надеюсь что мои москитные сетки помогут мне сегодня спокойно переночевать в моем недоделанном автодоме поживем увидим тут он уже практически совсем полное чаще но какой здесь друзья запах представляете как сегодня пройдет моя ночь в машине я буду спать как зайчик вернулся я к своему автодому микро миниатюрному чтобы устроить ночью в машине тот самый каркемпинг надо теперь как-то беспалево засунуться в машину сделать вид что у меня в ней нет там стоит охранник но вернее то охранница странное ощущение ты же ничего не делаешь запрещенного ничего не делаешь так сказать социально неодобряемого просто ведешь себя немножко не как все и почему-то чувствуется какой-то вот странное такое вот ощущение где-то в затылке что у тебя кто-то обязательно должен прижучить хотя чтобы не хочу хочу то и делаю ну что как говорилось в одном старом популярном мультфильме поздравляю шарик ты балбес я как-то так вот по-идиотски собирался сегодня сюда что во первых забыл взять что-нибудь для света маскировки так сказать чтобы можно было зависеть и так сказать беспалевно включать здесь свет во вторых я не взял из дома все что приготовил для сегодняшнего ужина я все это сложил в пакетик положил пока в холодильничек ну и уехал а ну там в холодильничке осталось так что я сегодня скорее всего без ужина хотя вот в моем этом искать коробе где походные принадлежности там что-нибудь должно быть вот такой вот у нас сегодня сумбурный кар кемпинг и будет голодная ночь в машине надеюсь охранница не спалит меня в машине потому что здесь горит свет что происходит чисто теоретически может быть три варианта реакции первый вариант ну проигнорировать подумаешь дядя куку спит в машине второй вариант подойти поинтересоваться и молодой человек или и чё там происходит чего там делаете и третий вариант просто вызвать полицию пишите в комментариях как бы вы поступили на месте охранницы если бы вот так вдруг заметили что рядом с твоей будкой на ночь устраивается делать непонятно что непонятно кто я надеюсь пронесет и ничего не произойдет ну чё давайте по-быстрому заглянем в мой ящичек посмотрим чего меня есть на ужин надо сказать еще что здесь тихо наверняка каждый мой шорох здесь в машине прям очень слышно сейчас калитка например скрипну такое ощущение что нас вообще ничего не разделить ну смотрите-ка я сказочно богат у меня есть красная фасоль у меня есть суп письмо гороховый у меня есть кофе чай какая-то приправа и в общем то все с учетом того что из воды у меня осталось вот примерно стакан то особо тоже не разгуляешься но от сегодняшнего каркемпинга я не буду отказываться сегодня ночью машине состоится при любом раскладе даже если я буду голодный и испытывать жажду ночь в машине будет по-любому время уже 11 вон там вход в парк уже закрыт но хранится все еще на месте она там с кем-то разговаривает по телефону почему-то ржет возможно она ржет надо мной я принял волевое решение воду сэкономить для питья оставшуюся фасоль в чистом виде я жрать не хочу на самом деле настолько я хочу есть чай я тоже соответственно и кофе заваривать не буду потому что воду лучше оставлю для питья в следующий раз нужно не забывать пакетик в холодильничке в котором все было приготовлено в том числе и вода но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами это видео переименовывается в голодный каркемпинг ночью в машине без еды в двух метрах от будки охраны павловского парка стелс каркемпинг я надеюсь что спать я буду прям как убитый правда я скорее всего при этом буду храпеть если охранница остается здесь на ночь то она меня срисует сто процентов искренне надеюсь что этого не произойдет или если произойдет она меня проигнорирует не вызовет тут полицию и среди ночи меня не придется просыпаться одеваться и объясняться с кем-нибудь о том что же я здесь но в общем ночь обещает быть волнительный время уже полдвенадцатого ночи прошло полчаса с момента закрытия парк хранится так никуда и не уходит свет у нее в будке горит а сама она там ходит мимо гуляет прогуливается вдоль ворот и блин впервые в жизни я стремаюсь того что я очень бывает что храплю громко потому что здесь слышимость вообще обалденная я здесь ну она от меня наверное находится в трех метрах и она там разговаривает по телефону довольно спокойным голосом я все прекрасно слышу все что она говорит возможно вот то что я сейчас здесь и она уже давно срисовал меня странного дядьку занимающейся странной фигней в машине сейчас я попробую вам показать где она там и что надо надо выключить свет чтобы было не слишком палевно на улице фонари загорелись в будке погас свет охранницу я не вижу либо она как-то незаметно ушла либо она просто закрылась у себя в будке на ночь приготовилась там спать бог знает как тут устроена охрана возможно они там действительно живут всю ночь в этой будке до семи утра во сколько они сменяются как там чего как будет весело если в 7 утра меня встретит тоже когда я буду вылезать из машины и пойду туда в парк поснимать короче приключение сегодня прям уго го го ну чё думаю буду раздеваться да укладываться спать хочу блин ужасно пожелайте мне спокойной комфортной ночи в машине как я и как вы любите ну а я вам тоже там где вы сейчас ночуете желаю спокойной ночи пока увидимся утром короче там приехала какая-то машина какой-то джип может быть уазик какие-то два мужика один по-моему в форме в какой-то и они встали прям ровно сзади за моей машиной причем как-то встали так что я их даже в свои зеркала не вижу я надеюсь они не по мою душу блин реально стрёмно мне прям вообще прям даже севца колодец капец давно уже так стрёмно не было хотя опять же повторюсь я ничего противозаконного то не делаю как не запрещено ни машине здесь не мне в машине ночевать но блин почему-то прям нерва играет капец вообще острое ощущение прям на пределе слышите машина вроде уезжает один мужик который форме подходил моей правой двери но машину не пытался заглянуть подошел видимо посмотрю что на передних сиденьях никого нет они видимо приехали приезжали охранницу проверять ну короче вроде пронесло даже если испалили то вроде бы ничего не сделали посмотрим что будет дальше ну вот уже полночь чего-то там светит по кустам по траве причем все это совершенно не отходя далеко от своей будки да что неужели она здесь остается на всю ночь ну короче что-то там уже 15-20 минут заполнить охранница наконец выключила свет в будке и с фонариком ушла куда-то в голубь парк я надеюсь она уже сегодня сегодня сюда уже не вернется пора уже нафиг спать ложится сейчас завалюсь бабой и прям да надо еще будильник завести на 7 утра спокойной ночи короче ну и доброе утро спалось мне вроде бы замечательно прохладненько свежий воздух птичечки довольно тихо никто меня еще не беспокоил не приходил и не пытался достать из машины но честно говоря спад ним спался я вообще капитально спать хочется ужасно а еще хочется пить и хочется есть все-таки недостаток скажем так важных компонентов он сказывается не очень понятно хочу ли я сейчас прямо вставать и идти в парк и что-то там пытаться снимать а с другой стороны какие у меня другие варианты просто взять и уехать ну как-то будет наверное не очень короче сейчас я очухаюсь что-нибудь придумаю и вам об этом расскажу ну друзья оделся я умылся перебрался из спальной части моего недоделанного автодома в водительскую его часть ну и докладываю обстановку охранница в будке ну вернее около будки ходит та же самая что и вчера не знаю какой у нее график работы но вот так она как раз в тот момент когда я перелезал оттуда вот сюда она здесь была открывала ворота и прям с большим удивлением посмотрела на меня через окошко как я тут перелезал из той части сюда но ничего в общем особенного не сделала охрана меня либо не заметила либо и до лампочки в любом случае все прошло вполне себе спокойно и успешно ну вот с одной стороны идея так сказать моя была в том чтобы поснимать все при утреннем солнце но поскольку сейчас белые ночи в Питере солнце стоит очень рано то солнце уже блин на самом деле высоко и в общем той самой картинки на которой я рассчитывал наверное не будет но с другой стороны все равно я уже здесь поэтому нужно в обязательном порядке сейчас еще прихорошиться и пожалуй как минимум пройти прогуляться по парку ну и все-таки хоть что-то там поснимать ну что пойдемте прогуляемся доброе утро ну и рожа наверное у меня сейчас да не причёсанная понятная не выспавшаяся ну ничего поздоровался я с охраниться и хранится на меня вполне себе прикольно отреагировала улыбнулась во всю ширину что называется ну а мы с вами идем к тому месту которое на карте парк обозначено как самое красивое место раннее утро 7 утра а по парку уже ездят велосипедисты добрался я вот до этой самой точки которая на официальной карте парка обозначена как самое красивое место причем если смотреть на какие-нибудь гугл карты или яндекс карты или даже maps.me то здесь просто смотровая площадка и в принципе вот сейчас понятно почему вы готовы к этому виду? бум по краям опушки леса островок деревьев поляна дорожшая травой далеко-далеко открывающаяся перспектива точно такими же островками из разных деревьев такой вот типовой эталонный северный пейзаж но ведь именно таким парк и затевался и сразу он называется именно пейзажный парк вот эта часть парка которая отдалена от дворца она скажем так гораздо менее населенная будем так говорить посетителями чуть менее ухоженная чем остальная часть парка но по мне самая красивая прежде всего из-за того что ты вот можешь ходить по дорожкам и тебе периодически открываются вот такие вот постарали вот такие вот шикарные перспективы такие вот открыточные виды ну что друзья хотя бы иногда будьте странными потому что как доказала надеюсь сегодняшнее видео странным быть необычайно весело и волнительно а нормальным быть как правило отстой спасибо что посмотрели это видео до этого момента спасибо что подписан на меня спасибо что всегда оставляете комментарии спасибо что пиарите мой канал всем своим знакомым и друзьям счастья вам здоровья любви и терпения приходите еще будет интересно пока а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok